Есть мнение, что если не заменить христианство другой религией, то через какое-то время оно вернётся. Очень хотелось бы узнать ваше мнение. Первый случай, который вспоминается по этому поводу, представляете, вы раскрестились. И тут вы подумали, что вы такая великая, а ваш сосед такой чмошник, крещённый. Понимаете, вы-то теперь не рабыня Божья, а он раб Божий. И вот вы там врываетесь к этому соседу и начинаете ему хамить. Ты там раб Божий, выселяйся из моего дома. Или идёте мимо церкви, берёте там, я не знаю, помидор гнилой, кидаете и бегаете вокруг церкви, кричите. Рабы Божьи там, да убирайтесь с этого места. Но это, знаете, в этом случае христианство обязательно вернётся, потому что не умеете себя вести. Ну что можно поделать? Вот такие случаи были. Вы, может быть, перестали быть рабой Божьей, но уважайте мнение других людей. Не уважайте, относитесь к нему спокойно. То есть вот такой яркий случай был. А Григорий, что вы можете сказать, если не заменить христианство другой религией, то есть какое-то время она вернётся? Давай слухи развеивать. Ну, если есть какая-то религия, в частности демоническая, подобное христианство, то, конечно, она будет пытаться под себя загрести всё, что есть вокруг себя. То есть система оказывает воздействие, когда стоит церковь, вокруг неё остаётся пылевое, определенная пылевая структура, которая всасывает из себя, каждого человека пытается всасывать. Когда вы проходите, вы подаете под воздействие. Понимаете, как есть проводник в электротехнике, а вокруг проводника есть электромагнитное поле, электрическое. Это различное поле на каком-то расстоянии воздействует. На каком-то поле оно сильно воздействует, на каком-то поле слабенько воздействует. Плюс ещё бывают отдельно взятые волны, которые распространяются проводниками на некоторое расстояние. Это больше связано с высоким напряжением. Нечто подобное существует и во всех этих культовых сооружениях, в частности в термологических тоже. То есть вокруг церкви, в поле, если вы проходите мимо этого поля, на вас оказывается воздействие некоторое. Чем сильнее ваша защита, тем меньше на вас влияет защита как биопылевая, так и духовно-психическая. Если существует таллиная религия, она будет пытаться под себя где-то подгребать, учитывая, что одни люди уходят, там умирают, нужны новые овцы, с которых можно ресурс тянуть. Что значит возвращается таллиная религия? Система пытается заграбаться под себя кого-то. И у неё для этого есть ресурсы определенные, поскольку все крупные грегоры, в том числе и демонические, они набрали в себя ресурсы, которые позволяют им воздействовать. Пока вы не снесли из церкви, этот механизм будет воздействовать. Либо вы должны не само церковь сносить, а убрать из церкви всё, связанное с христианством, и перестроить структуру, например, под другую традицию. Большое количество церквей, которые есть в России, это бывшие ведические церкви, которые были переделаны по-христиански. Можно их почистить и обратно переделать. То предусмотрение освобождаться от травства, в серьёзной степени, то предусмотрение сносить все демонические построения. То есть и христианство — это не единственное демоническое построение. То, что религия возвращается, но в природе нет возвращения циклу, но эта система ещё живёт, то она не до конца будет бороться за существование. Чем больше в системе ресурса, чем больше в него вкачивается, тем серьёзнее она будет делать. Если вы были под приверженником какой-то религии какое-то время, то у этой религии, у этой системы, у этого Грегора есть некоторые коды на вас. То есть вы были под этой системой, эта система с вас считала определенную информацию. То есть у неё есть определенные, скажем так, механизмы воздействия на вас. Пока вы находитесь внутри какой-то системы, система вас изучает. То есть она берет какие-то коды, проникновения внутри вас. Это вроде того, как вирусная программа, какой-то чеф, который был в компьютере, то есть он попал в компьютер и начинает собирать информацию, в том числе слабые места. Если это не слабые места, они были переданы извне, даже когда вирус удалён, то есть тот, кто этот вирус сделал, он будет знать, какие слабые места у компьютера. Как на него можно в будущем воздействовать? Если вы начинаете на эту религию создавать наезды какие-то, религия начинает создавать наезды на вас. Пока не пошла тотальная чистка, и когда большим скопом земля не очищается от демонических религий, в тот момент, когда вы атакуете религию, то она атакует вас. Это естественное явление, это как, скажешь так, любая система защищается от уничтожения. Даже я не вижу в этом прямого управления демонизма, это просто самозащита. То есть это как же, как и вирусная программа, будет защищаться от того, чтобы её удалили. Прячется, предположим, либо задать какие-то блоки для этого. Что касается демонизма, что касается его воздействия, что касается возвращения цикла, то выучное возвращение происходит тогда, когда кто-то это инициирует. Если есть система, которая будет инициировать, она может возвращаться. Эта система ещё жива и где-то законсервирована, и кто-то создал для этого какие-то предпосылки, то это может происходить. Если как таковое христианство, демонизм связан и уничтожить, то оно не сможет вернуться. Должен быть источник, кто-то прийти, этот цикл заново запустить. Нет запускателя цикла чёрного мага, нет воздействия. То есть она будет пытаться вас атаковать, но вас покрестить просто потому, что прошли рядом церкви, никто не сможет. То есть этого нужен очень серьёзный чёрный маг, и у вас должна быть очень плохая карма, чтобы вас подобное воздействие сделали. Ну, очень. Таких людей на самом деле единицы. Ну, может десятки. Я сильно сомневаюсь, что вы относитесь к этому числу. Чтобы вас воскрестить, вы должны сами прийти, скажем, в это место, чтобы и на вас эту фигню повесили. То есть если вы сами это не сделали, то с вами это не произойдёт. Ну, или когда вы были маленькие родители, по глупости, там бабушка, там, положим, как со мной была, принесли вас в эту церковь, и там, пока у вас не было собственного выбора, кто-то за вас это сделал. Но, опять же, это вас принесли туда, и тот, кто за вас отвечает, имеет какие-то полномочия, касаемо вас, это сделал. Ну, это практически то же самое, что вы сделали сами. Если эта процедура не была сделана осознанно, или вас не принесли, то вас покрестить со стороны это практически невозможно. Ну, в принципе, это как на вас навести черномагическое воздействие, крайне сложно, если тот, кто это делает, не является очень крутым магом, он очень заинтересован у вас, что-то у вас там урвать, и у вас очень серьёзно плохая карма. Это не очень частый случай, но в этих случаях можно донести воздействие к подобному крещению, имей в виду крещению христианства, потому что изначально крещение это было нечто другое, чем занимался на самом деле тот, кого называют Христос, то есть родомир, тот, кого называют Иоанн Креститель, тот же русский волк, они совершенно другими вещами занимались. Это тоже было крещение, но это было никак не связано с идеями современного христианства. Поэтому воздействовать на вас система может, но покрестить нет. Что касается, если вы не сняли крещение, то вы находитесь под воздействием системы, и система будет вас иметь то, что хочет иметь. Если у вас есть защитное поле, и у вас есть разумность, то есть какая-то защита, но всё равно система вас будет иметь, и будет делать из вас зомби, и будет заставлять вас совершать поступки, которые, в общем-то, не очень хорошие. Всё отсюда вытекающее. Это большая тема. Это вроде того, как вирус, который заходит в компьютер, что он будет с компьютером делать. Всё, ради чего этот вирус был солнцем. Но если человек раскрестился, то он снял себя. Если человек, раскрещиваясь, совершает какие-то неадекватные поступки, то он попасть может под воздействие. Но того эффекта негативного, которое было сделано крещением, уже не будет. Но это вроде того, как вы были испачканы, и вы помылись. То есть может быть что-то осталось как следствие от того, что вы испачканы. Самой грязи уже нет. Снятие любого ограничения, крещение, христианство – это ограничение человека, ограничение, которое ему не на пользу идёт. То есть оно приводит к тому, что у человека появляются возможности, ясномыслие, то есть раскрывается какой-то в нём потенциал. То есть любой человек, в этом плане, должен себя чувствовать лучше. Это вроде того, что если у вас есть камни в печени, вы можете, конечно, этим дорожить, можете считать их священными, но должны понимать, к чему они ведут, и что будет с вами, если вы их не уберёте. Может быть, это немножко грубое сравнение, но по факту это так. Если вы камни удалили, то вам будет жить легче. Как бы это кто ни называл, как бы к этому кто ни относился, процесс может быть в некоторой степени болезненный. Я согласен, как бы, например, чистка печени, есть мягкие, жесткие чистки печени. Это тоже может быть болезненно, но поскольку вы это выведите, ваша жизнь станет лучше.